Начало нового года будет с новых пар. Нормально. Я же должен как бы любовь сеять на этом проекте, в конце концов. Так, всё. Тишина! Никитка вообще странный парень. Пришёл к одной, понравился вторая. Пока разбирался, бросил первую. О всех подробностях расскажет Влад Кадони. Чем как умеется интриговать, даже я немножко запутался. Вчера Алена Апенченко вернулась со своей поездки на родину, где она помогала родным, потому что выиграла в конкурсе малинок. И если бы дней её не было, вроде бы Никита должен был соскучиться, да, вожживать её. Но почему-то как только она зашла, ровно три минуты, и крик, мат до потолка, послание на вот эти мои любимые предлоги, которые я очень сильно люблю, вещи летящие. Всё, нету отношения теперь. Короче, началось изначально, что я просто подшучивал над Яной. Для меня это шутки, все подумали, что это флирт. Я правильно понимаю, что у вас был флирт с Яной, и это главная претензия Алены? Ну, сначала была главная претензия. Так, хорошо. Потом, ну, я, естественно, извинился за это всё, я понял, что пахнет жареным, и что, как бы, это не нравится Алене. Я прикалывался, прикалывался. Я сразу свисток начала накрашивать сразу, как только про неё заговорили, сразу Янка, да, посмотри. У меня губы высохли, алене. Да, высохли, алене. Моя ж ты хорошая. Ты, крась, крась, крась. И вот я, я ж, мне тоже всё. Сына, всё. Я ничего не ва, все никто ничего не заметил. Да, Никит, ты понимаешь, что это флирт и шутка? Да. Ну, то есть, а... Для меня это бы приколы были. Если бы я хотел флиртовать с Яной, я бы флиртовал по-другому. Как? Дромко. Я бы, я бы, я бы тоже вообще флиртовал. Ну, пошёл же как, что бы ты искал? Иди ко мне там, за... Фу, сразу. Нет. Можно свои пять копеек ставить? Просто, когда Никита пришёл, и флирт выглядел как шутка. Поэтому не флиртовал бы он по-другому. Он флиртовал так, как флиртовал со мной. Как бы под видом шутки. Типа мы такие ха-ха-хи-хи и потратились. То есть, ты хочешь сказать, что ещё бы немножко, и он бы Янку бы завалил? Я не знаю, если бы... Если бы... Да нет, просто с тобой такая тактика сработала. Если бы мой приезд затянулся... Сейчас он себя закопал. Тактика. Как бы тут не было особой тактики и сложности в том, чтобы мы переспали. Я этого хотела. Но если бы мой приезд затянулся, и если бы мы продолжали в таком же духе не общаться, либо общаться так, привет, пока, то я думаю, да. Слушай, я так понял, у тебя одна тактика на всех женщин. Только с Алёной она сработала, а с Янкой нет. Нет. Ничего бы не было. Яночка, скажи, пожалуйста, а ты шутку оценила? Конечно, я максимально воспринимала это как юмор, когда мужчина сравнивает себя с другим мужчиной, который мне максимально нравится, когда крайне редко сидит на твоем месте. Он себя сравнивал с дамой и подкатывал к тебе. Алёна, объясни ты мне, пожалуйста, а у нее жили отношения руководства? Да? Да? Блин, да! Ну почему? Конечно! Главное причем можно скажу? Давай. Смотри, я извинился за все перед ней, но ее смутил тот факт, что она сказала, ты вместо того, чтобы поддерживать меня все это время, ты выбрал флиртовать с Янкой. Это твоя, это твоя сущность. Ты, типа, по-другому не можешь. Если ты выбрал раз, то ты будешь выбирать и два. Вот и все. Честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы отношения рушились из-за того, что мальчик там... Что ты словил с Яной, когда мне было плохо? В смысле? Алёна, ну что, ты переспал, что ли? Да, блин, и что? Давайте, когда ему будет плохо, я пойду с мужиками флиртовать. Нормально это будет? Это будет нормально? Это можно подалазить с ним общение? Когда ему плохо, я ей звонил много раз. Она говорит, я не хочу разговаривать. Да, но есть сообщение, прикинь. Просто все сейчас меня выставляют, как будто я виноват. Да мне, блин, бабушка там кашляет, ей плохо, она плачет. Я тебе отвечаю, я не хочу разговаривать. У меня нет настроения, тем более мы с тобой ссоримся. Но не хочу я разговаривать и слова из себя вытягивать. Как это поделать буду, если ты не хочешь разговаривать? Сообщение я тебе говорю, сообщение. Я же тебе отвечала, я тебе отвечала. Как только ты мне писал, я не спустя сутки тебе отвечала. Сразу же.